Генеральный спонсор места происшествия, станция технического обслуживания, сервис кар. Партнер проекта, группа компании Юрпроф, весь спектр юридических услуг, телефон 751363. Весьма заурядной ДТП на парковке у магазина стала причиной жаркой дискуссии между двумя пьяными водителями. Спорили как раз о вреде пьянства за рулем. Причем активнее выступал виновник аварии. Сначала он публично раскаялся в своем преступлении, а затем призвал к раскаянию и своего собеседника. Насколько это у него получилось, узнавал Сергей Пичугин. Это кадры с камеры наружного наблюдения у парковки магазина. Пьяный водитель «Шевроле» сдает задом и задевает «девятку». Спустя почти час инспекторы уже успели замерить ДТП. И на их глазах другой нетрезвый водитель на «Мазде» тоже сдает задом и врезается как раз в «Шевроле». Пьяный в пьяного. После этого мужчина на красной иномарке пытается скрыться с места ДТП, но ему мешают очевидцы и сотрудники ДПС. Обоих автолюбителей задержали, затем инспекторы сфотографировали повреждения иномарок, а участников аварии привезли в ГИБДД. Там водитель «Мазды» попросил взять у него интервью. Я выпивал примерно полутора, около 0,5 водки. Потом я выпивал полутора примерно пива. И это все было друг за другом. После такого количества выпитого, по словам молодого человека, он приехал в магазин за добавкой. Вот что было с случаем того, что я поехал в магазин на машине пьяный. Всего лишь мне было нужно пройти 20 метров. 20 метров буквально всего мне нужно было пройти. Я не захотел этого делать. Я сел за руль, я сел за руль, я завел свой автомобиль. По словам Владимира, уже спустя полчаса после задержания он осознавал, что совершил непростительный поступок. На мне браслеты, то есть меня задержали за то, что я злоупотреблял спиртными напитками, спиртными напитками за рулем. Так делать не следует, так делать не следует. Потому что, если ты выпил, значит ты преступник за рулем. Ты можешь сбить ребенка, ты можешь сбить женщину. Далее водитель «Мазды» решил дать совет всем водителям, кто немного позволил себе выпить. Если ты выпил, если ты выпил, лжи спать. Если ты выпил, лжи спать и не трогай никого. И не надо садиться за руль. Есть несколько напустынных слов у Владимира и для уже лишенных права управления водителей. То есть ты ставишь машину у обочины, ты ее на полутора лет ремонтируешь. Ремонтируешь ее подвеску, ремонтируешь колеса и так далее и тому подобное. Но ни в коем случае ты не ездишь за рулем, понимаешь? Другой пьяный участник Герман был куда сдержаннее в своих комментариях. Задом сдавал и задел девятку. К этому времени Герман уже совсем забыл, что не только он врезался в автомобиль, но и его задел водитель «Мазды». Владимир тоже, похоже, все забыл. Они начали долгий разговор о вреде пьянства за рулем, но в их общении о ДТП нет ни слова. Молодой человек, вы убивали? Ты сам-то трезвый, нет. А вы сами выбивали? Я не трезвый, а вы выпивали? Ездят за рулем. А за руль вам кто позволял садиться? А тебе кто позволял садиться? Я сел и сразу же вышел из-за руля. А вам кто за руль позволял садиться? Кто? А тебе-то кто позволял? Мне никто не позволял. Я сел и сразу же вышел из-за руля. А вам кто позволял садиться за руль? кто позвал ты за руль пьяному так можно делать на самом деле тебе кто позволял кто мне позволял никто не позволял я сел пьяный за руль я тут же из-за него вышел понимаешь пьяный из-за руля я вышел тут же а ты ты сел пьяный за руль ты сел пьяный за руль я совершил преступление я совершил преступление я сел пьяный за руль понимаешь о чем речь идет понимаешь аналогично затем водители неожиданно друг для друга узнали что их задержали с одной и той же парковки и чё ты стоял чё ты чё стоял ну то есть вот я допустим уезжал а ты чё стоял ты чё стоял там до кого ждал там или чего я никого не ждал человеку тебе ты пьяный я жаркая дискуссия между водителями перетекла в душевный разговор теперь они вовсе не неприятели а едва ли не товарищи братья по несчастью и готовы всячески друг друга поддерживать впрочем за управление в пьяном виде обоим все же придется ответить готов к решению прав на полтора года готов михаил вагин сергей пичугин место происшествия путин не одобрял а